Двое детей погибли в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщили сегодня в командовании сил ДНР. Десятилетняя девочка была убита в Петровском районе Донецка. Я очень хочу выяснить, что же произошло с этой десятилетней девочкой. Несколько российских телеканалов сообщили, что она была убита в результате обстрела. Она погибла после арт-обстрела. А где это было? В Петровском районе. А вы можете дать какие-нибудь контактные детали, семью, где-то? Нет, этого я не дам. В любом случае. Почему? Во-первых, у людей и так трагедия. Я не люблю, когда на трагедии играют. Она сразу погибла или ее сперва в больницу повезли? На месте. И когда? Это было позавчера, да? Это было позавчера, да. Об этом, кстати, говорил еще главарист. Мы сейчас поедем в этот район Донецка и попытаемся найти ее семью. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, мы с телевидения. Говорят, в этом районе девочку десятилетнюю убили. Ой, лапочка, я тоже слышала по телевизору, но я не подскажу вам. Не знаете, да, где? Вы не знаете? Нет. А не слышали? Нет. Нет, да. Мы даже не слышали, где обстрел. По телевизору слышали, а там не слышали. Где обстрел не слышали, да? Говорят, по телевизору куда показывали. Но мы как бы работаем с 8-4 страниц, но ничего не слышали. Вы честно не знали. Нет, да? Я как погибла? Под обстрелом. Вчера? Позавчера. Ага, десятилетняя, по телевизору сказали. Не слышали, честно говоря. Что-то было, мы знали бы. А так навряд ли, наверное. Не знаю. Может, где-то... У нас тут быстро так разносятся все. Ой. А там кто его знал? Вот позавчера были обстрелы здесь? Не знаю, не говорим так. Чего? А того. Так. Вы стреляли или нет? Нет, то мы вчера расстреляли, по-моему, вчера. Но позавчера тихо было, да? В общем, все об этом слышали, но никто не знает, где это произошло. Самое очевидное место, чтобы проверить информацию, это городской морг. Вы знаете, мы хотели узнать, 10-летняя девочка, которую убили два дня назад, к вам не привозили? А вообще всех жертвы же к вам привозят? Да. Возможно, что... Может быть, ее где-то доставили в другое место. А другое место есть? Ну, я не знаю об этом ничего. Мы отправились в пресс-тур, организованный силами самопровозглашенной ДНР. Здесь много российских журналистов, и это хорошая возможность спросить у них о гибели девочки, о которой они все сообщали. А вы, случайно, не работали над этой темой девочки, которая погибла? Нет. Кого нет? Девочек. Ее нет? Нет. Не погибла? Нет. А как же так? Передали же? Вынуждены были передать, потому что завел. Сами не знают. На этой войне ко лжи привыкаешь. Но иногда цинизм, вот такой, как сейчас, просто ставят в тупик, потому что люди, с которыми мы говорили, верят, что ребенок погиб. И именно такая информация разжигает ненависть, которая питает эту войну. Продолжение следует...